...берюзы и голубизны вместо синьки. А бирюзы вообще не было. Ну, бирюзы. Смотри, количество краски такое, что к мастихину у тебя то же самое, что к мастихину было что придавить. В 80% случаев, вот новичок не знает, сколько краски положить, это идеальное количество краски. В 80% случаев. То есть, таким образом мы просто тестируем, это не потому, что это так нужно сделать, но мы таким образом тестируем количество краски. Взяли желтый, взяли коричневый. Наполним содержанием цветнотиками зеленоватыми. Наполним, наполним. Здесь трава видна, да? Здесь склонна, со склонами. Накидаешь, накидаешь, накидаешь. Старайся не подниматься. Лучше не добрать, чем перебрать. Поэтому движешься очень постепенно, лучше не добери. Тогда у тебя есть возможность еще потом деликатенько поднять. Вот. То же самое, доберешь, доберешь, доберешь. В воду прямо насадишь каких-то цветовых, которые там попадаются. И то, что в воде, потом придавишь мастихином до глянцевого состояния. Глянцевого. Вот эту голубизну бирюзовую загонишь потом вот таким образом и тоже раздавишь до глянца. Хорошо? То есть здесь у нас глянец, здесь у нас вот такая мшистость. Давайте. Так, возьмем кисточку. Немножечко вот этот дальничек, который голубит. Подхватывая зеленцу, ты получишь нужный оттеночек. Взяла голубизну, подхватываешь снизу зеленцу, и вот у тебя формируется нужный цвет задника. Задник художники часто преувеличен на голубят. И здесь это внятно выражено. На фотографиях такого не бывает. То есть это преувеличение живописное. Это дает километры расстояния. Розовенький с голубеньким или с синеньким. Сюда придешь и тоже обозначишь эти настроеница. Здесь пока еще, может быть, недостаточно прозвучало. Может быть, даже поступить как-то вот так. Как-то вот так. Ты видела, я подрал, а потом упаковываю. Краснота часто в солнечный день береговая краснит от солнца. То есть солнце так активно, что береговое дно, не береговое, даже дно, аж краснит. Это очень летнее состояние. И когда ты вот эти вот фиолетовости и красноты нашвыряешь, нашвыряешь, ты возьмешь бирюзовый, голубой, сделаешь и плотно уложишь куски неба, которые там различимы. Плотно. Хорошо? Не так, как ты сейчас уложила, а плотненько доразмешаешь хорошенечко. Усадишь, раздавишь, раздавишь. Ладно? То есть плотненький будет кусочек. Вот такой плотненький. Может быть, мы потом сделаем вот такое движение, которое даст колебания воды. Хорошо? Ну и наполняешь вот эти вот мелочи, мелочи, мелочи. Вот эту нарядность рыжую. Можно и тряпкой, и уже и кистью. Тоже зачерпываешь желтил, оранжевил, поскольку это передний план, его можно смело насадить с густотой краски. С густотой краски. причем, вот плоскость, состоящая из бугров. Тень, свет, тень, свет, тень, свет, тень, свет. Да? Вот так же состоит любая плоскость поля. Мы часто перед полем не знаем, что делать. А поле состоит так же, как вот плоскость пальцев из этих тень светов. оно в первую очередь должно прозвучать на крупных элементах. Может оно там и прозвучало, но слишком мало там на крупных элементах и уже во вторую очередь на мелких. То есть нам нужно во что бы то ни стало создать настроение заслоненностей. Тогда мы сразу появляем пространство. чивяк с подчиркиванием дает очень хороший эффект. Сразу как-то фактурка и прочее, прочее. На переднем плане у нас травки в том числе вот такого звучания, вот такого. Вот они. нашвыряешь этой травы. Нашвыряешь с учетом вот этих заслоненностей. Вот смотри, светлый заслонил вот там темный. Темный заслонил светлый. Опять здесь светлый, но может уже не такой, а скажем, даже другого цвета светлый заслонил вот этот темный. И у тебя появляется эффект ухода. Понимаешь? То есть оно вот один за другого, другу, другу, и вот пошло, пошло, пошло. И сразу все, сразу становится как надо. Небочка. Возьмешь белильца. Вот эти краснильца кадми красный. Чтобы это был не чистый белый, как на фотографиях, а чтобы он был с цветом света. Хотя даже и на фотографиях бывает иногда. А вот эти облачка власти не было. Конечно. Дракончиков. Дракончиков. Создаешь. Создаешь дракончиков. Раздавливаешь. Здесь эти дракончики собираются в стайки вдали. и создают ступенчатый уход. Все это ты подраздавила. Потом взяла сиреневую темнотину, грязноватую по цвету и вспомогаешь более темным чем небом цветом создаешь вот эти понизу. Вот смотри как они на раз, два, три. то есть раздавленная краска сиятельна, поэтому у тебя облака засияют. А потом ты их еще порубишь на вот эти ступени. Давай так. Ну и да, и нет. с облачками. Угу. Да где-то что-то смотрит. Близко к тексту, но все-таки не то. Не, не стало. Смотри. розовость какая-то есть в этих облачках. они такие там красивые. Свет только с одной стороны выражен. Вот у тебя они шапками с двух сторон. А там свет выражен только с одной стороны, с левой. поэтому все, что справа наполняешь цветом теневого облака. Ну же видишь, вот со всех сторон освещен. А уместно, чтобы только с одной стороны. Такой красный переборчик. Не везде одинаково темный. где-то полутон розовенький есть. Розовенький полутон. Есть как бы засвеченность пятна. доразмешивай красный, чтобы он не давал вот таких эффектов. Смотри, одна порция заслонила другую. Появилось два ряда облаков. Ты видишь? То есть, ты пока шла по самой простой схеме и вдруг появляется обогащение. То есть, двух ярусность этих облаков. еще смотришь, где бы эту двух ярусность подсунуть. Согласны, да? Вот в такими. Желательно эту далечку отсечь светом. светом и уже внутри этого света совершить мигание теневых. Смотри, как сразу появился этот уход вдаль. Ну и поднимешь кисточкой вот эти деревца. Ты согласна? Да. Причем там может быть ступень вот такая тоненькая. даже слегка темненькая. Смотри, как ступень хороша, правда? Может быть перебивка ступени. Смотри, усложнилась, да? То есть, перебил. Сначала создал, потом чуть перебил. Тоже обогатилась. Ну и давай, доиграй с ними. Вот для клевера сделала, но побоялась здесь. Значит, здесь появится у нас движение вот такого характера и движение вот такого характера. Вот такого. Вот такого. То есть, на макушечках такие маленькие блюдца в цветочках. Согласна? Наверное. сушу. Съела. Сушу. 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 Это змейка. Поскольку змейки нет, кажется, озером. Озеро это кругловатость. Правда? Озеро перестает быть. Плохо даже отмечает? Нет. Я озеро убираю. Ага. Таре. Наталь. 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 Ага. Таре. Таре. Субтитры делал DimaTorzok Смотри, у меня эта превратилась в уходящую змейку Которая еще и там продолжает Ты понимаешь? А змейка это река Ну, согласны? Сразу раз и стало То есть она еще и за мысик зашла Хламничек, который скапливается вдоль Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Слишком острые Очертания ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ложистый характер Согласна, да? Угу Плоскость выразилась, все сразу решилось Так Так ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Прикольно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ой вернее эти не деревья домики вот они сокрылись утонули в зелень и сразу красотень это для так сказать оживлен оживленный такой то есть благодаря цвету появляется центр композиции надеюсь что с ближайшими домиками ты тоже порассуждаешь не просто начнешь выкалякивать а порассуждаешь